Вот так вот и умирают советские автобусы. Работяга советской эпохи. К сожалению, приходит такой не то что неприглядный вид, а просто так растворяется. Единственное, что очень много находок мы сделали. Например, вот такие компостеры, кто помнит пробивные. Ржавенькие, но восстановить можно. Мопеды, мотоциклы, грузовики, автобусы, лихтовой транспорт. Ребята, это кайф. С вами канал Кузница Тестдрайва и я его ведущий Максим Красильников. Сегодня мы поговорим о разборке под утилизацию нашего Икаруса 260. Кто давно следит за нашим каналом, видел как его сюда мы перегоняли с Дмитрием Чебаном, видели как мы его там запускали. Было несколько серий. А сейчас действительно, как бы не было печально и грустно, но автобус прекращает свое существование. Как видите, все меньше и меньше элементов декора салона остается, так назовем декор, интерьера вот так вот остается. Но некоторые вещи я попросил специально не снимать, чтобы показать вам. В основном вы все видели, кто ездил на таких автобусах своей юности в детстве. Двери ширмы, которые открывались, здесь весь механизм открытия и закрытия дверей был спрятан за таким пластиковым чехлом. Они, кстати, что очень ценно, в этом автобусе очень классно сохранились. Мы их сняли, уже убрали. И вот один механизм мы специально оставили. Сейчас покажем вам более крупно, как он выглядит под этим пластмассовым кожухом. Понятно, что без воздуха оно не заработает, но хотя бы так визуально, я думаю, многим из вас будет интересно. Очень много было комментариев, ребят, зачем его забирать. Вот даже стоя здесь, я вижу, как сняла крыша, ребят. Тут просто дыры и весь автобус в трещинах. Трещины здесь. Из-за этого автобус и стал заваливаться, как беременный таракан выглядеть. Лопнуты практически все оконные перегородки. Но очень-очень много чего с этого автобуса остается. К сожалению, у нас не получилось спасти вот эти вот части фанеры. Если вот эти мы снимем целиком, то здесь, во-первых, затекала вода, не прогнили, поэтому оно просто раструхло и разваливалось. А во-вторых, то, что многие из вас, кстати, тоже обратили внимание во время перегона, что перегородка у нас была сдвинута сюда, переварена уже как кустарное производство было. Это так делали водители в свое время, чтобы у вас был свой выход отдельный. И так как вварились, если честно, не очень как бы грамотно, то пришлось тут распиливать, спиливать. Некоторые элементы перегородки, именно крепежа, к сожалению, сохранить не получилось. Если вот эта вот перегородка за водителем, она стоит как с завода, и там все было, оно и снимется очень хорошо. Кстати, есть некоторые моменты, где еще осталась родная краска. И еще очень интересный вариант, обратите внимание, вот она, цвет фанеры, который был на автобусе. Ее зачем-то сверху покрасили зеленой краской, но, наверное, посчитали, что так оно будет выглядеть, я не знаю, наверное, сексуально или как, без понятия. Сохранили все плафоны, динамики, громкой связи на микрофон, что меня очень радует. И вот очень такие интересные места есть, вот как раз где автобус заваливался, разорвало просто металл. И очень много при вскрытии именно всех панелей внутренних, которые закрывали там той же самой фанеры, снятие окон, обнажили последствия капитального ремонта в кавычках. Я так понимаю, так как этот автобус у нас 1986 года, я думаю, что во времена СССР ему капитальный ремонт был не нужен. Напомню, что этот автобус всегда, он не был на маршруте, он возил сотрудников, как заказной автобус был. Это было АТП, которое обслуживало заводы, такое небольшое автобусное предприятие города Ровно. И я даже вспоминаю, как у нас на автобазе делали уже после развала СССР, денег у предприятий было очень мало. И отправить на авторемонтный завод автобус на качественный авторемонт, денег у предприятий просто-напросто не было. Поэтому начинали делать это все в автобазах своими силами, плюс с ограниченным бюджетом. И выходила очень грубая такая работа, даже может быть, провисать кузов фермы автобуса. Она где-то когда-то лопнула, как-то подварили, наварили латку. Я думаю, что когда будем сдирать дальше, это еще и уверен, такие варианты мы найдем. Поэтому сверху поставили латку, лишь бы оно дальше не разваливалось. Тем более, в лихие 90-е годы к техосмотру относились так очень номинально. Хватало там занесенной какой-то суммы денег, и автобус ехал дальше на рейс. Но то, что я сейчас вижу, ребят, ну, честно говоря, я еще раз убеждаюсь, что я принял правильное решение этот автобус спустить как донор. Сейчас он стоит, конечно, без окон, и вот смотрю, тут даже по проемам, вот с этой стороны лучше, с этой стороны гораздо хуже. Вот как-то оно частями идет, я не знаю, либо он когда-то хранился, как-то, может быть, где-то в боксе затекало больше. Или, ну, не знаю, почему именно вот эта сторона почему-то хуже, если так сказать, правая, чем левая. С чем это связано, вот сказать не могу. Я думаю, что, говорю, дальнейшее вскрытие этого автобуса, когда мы будем сдирать полы, когда мы его начнем автогеном резать, те вещи, которые нам не нужны, я думаю, что еще очень много интересного всего появится. Сейчас мы обойдем автобус, даже вот посмотрите, как заломало листы металла. Это именно, ну, это когда пройдем, я лучше там вот все это расскажу. Автобус, как видите, месяц разборки, и автобус, как вы видите, уже так перестал быть автобусом, можно сказать. Я вот вспоминаю свое детство, когда я сбегал с уроков, бежал в автобусный парк, который находился буквально в двух кварталах от моей школы. Наверное, благодаря этому я так и заболел в свое время автобусами. И вот как раз в таких вот автобусах на свалках, в транспортных предприятиях, грузовиков, автобусов было валом. Ведь действительно большой кусок моего детства, вот как я сейчас вспоминаю, прошел вот именно вот в таких вот остатках, останках, даже так, останках автобусов, икарусов, лазов, лязов. Единственное, что прекрасно помню, что икарусы на свалке долго не задерживали, их не задерживались, извиняюсь, их шофера других ходовых машин разгребали на запчасти очень-очень быстро, и вот они становились вот в таком вот виде. Когда стоял один каркас без ничего, потом, когда накапливалось большое количество техники, их резались, приезжали машины и вывозили на металлолом сдавали. А вот лазы-лязы, я помню прекрасно, они стояли очень долго, он со стеклами стоял, с приборной панелью, с рулем, с сиденьями. И с каким удовольствием мы, пацаны, собирались, как в воробушке там бегали с одного автобуса в другой, играли в водителей, играли во взрослую жизнь. Кстати, вот нас очень много смотрят юноши, молодых людей, да, могу дать такое, никогда не даю совета, вы знаете, даю только рекомендации, а тут действительно дам совет. Наверное, первый раз в своей жизни, то, что не торопитесь расти. Вот в каждом возрасте есть свои плюсы, у вас меньше обязанностей, за вас думают родители. Играйте в детские игры, потом будете вспоминать это время с очень большой такой жалостью, что оно прошло. Кстати, пишите в комментариях, более старшее поколение, что вы об этом думаете, прав я или не прав. А теперь давайте посмотрим, что у нас со стороны. Вот такие места по всему кузову автобуса идут, вот смотрите, не знаю, передаст камера или нет, залом листа с огромной трещиной. Здесь ее даже когда-то подваривали, вот. Вот, и о чем это говорит? Вот как раз вот в этих местах, здесь он впереди дальше, перед аркой переднего колеса, точно такая же история. Ребята, когда начинает кузов проваливаться, осаживаться вниз, как раз все идет на излом и начинает не то, что там сгнило, сгнило, но он просто разрывает даже живой металл, все-таки масса большая металла, что на корме, что сзади. А у нас мало того, что и корма просела, морда просела, так у нас еще и брюхо вот так вот провалилось. Поэтому все можно восстановить, но это не рентабельно. Зато я уверен, что процентов 50-60 еще очень хорошо послужат для возрождения других автобусов. Марки Икарус венгерская, это я, насколько знаю, ваша любимая марка, и всему проекту кузница тест-драйва. И обратите внимание на вот эти вот молдинги, они алюминий, вот здесь вот чуть-чуть это видно, они целые. Поэтому я не знаю, зачем их покрывали такой вот штуковиной, я даже не могу понять, что это такое, что-то как прорезиненное, как смола какая-то. Будем их аккуратно высверливать и попробуем снять вот это вот, чем это красили. Даже не могу сказать, что это. Я думаю, что можно их будет вычухать, потому что вот эти вот части, они декоративные, они очень сейчас дефицитные, особенно целые. Объясню почему. Во-первых, после авторемонтных заводов сильно не заморачивались, их просто не ставили. В автобусных парках это все-таки алюминий, это цветмет, оно уходило на раз, два, три. И вот я сейчас немножко отойду от автобуса, да, от его состояния. Вот обратите внимание на шторы, которые вот через эти зияющие проемы бывших окон, да, так развивают ветром. Вот оно мне напоминает флаг тонущего корабля, знаете, вот так вот. И настроение портится, и портится настроение. Сейчас мы посмотрим на наш тоже Икарус Донор, только Икарус 256 междугородный. И я с вами поделюсь одним маленьким секретом. Итак, мы в 256-м Икарусе, точнее тоже в его остатках. Этот автобус мы начали разбирать, но до конца эту всю историю довести не можем. Но, говорю, хочется в ближайшее время убрать как желтый Икарус, так и красный. Кстати, обратите внимание, насколько этот автобус в более лучшем состоянии. Если вот так вот уже говорить про реставрацию, если бы у этого автобуса были бы документы живые. Напомню, что его списало предприятие, и мы его выкупили с металлолома, да. Вот, то, друзья, лучше бы было бы делать этот. Вот даже он стоит здесь уже на этом месте два года в таком вот состоянии. Здесь сухо. Он нигде не течет, он нигде не пробегает. Вот это все родная краска заводская, ребят. Ну, автобус, кстати, не был этот ни на каких ремонтах. Действительно, он очень помог нашему 256-му Икарусу именно своими оригинальными запчастями. Но сейчас не об этом. Вот я стою, вот кабина водителя, вот выход. Как и вы, ну, кто давно смотрит канал наш, тот знает, что у нас есть в планах сделать кафе Кузница Тест-Драйва в стиле королевы бензоколонки, да. Вот. Единственное, что этот автобус, конечно, немножко не той эпохи. Я тогда говорил, что, может быть, это будет стойка бара из морды пазика 672-го. Но пазик он ниже. Я думаю, что баристе будет немножко... Давайте так, все-таки мы больше любим советскую эпоху, не бариста. А как же у нас правильно называли-то, а? Вот все равно бармен лезет в голову. Человек, который будет готовить кофе и чай, вот так вот скажем. Все-таки в Икарус он больше, поэтому мы будем отрезать вот так вот морду. Она в очень неплохом состоянии. И она будет прислоняться к стене, когда вы заходите в кафе. И именно здесь и будет стойка, барная стойка. Будет убираться лобовое стекло. Вот эта часть, например, останется. Здесь будет стоять кофемашина или что-то. Но еще не определимся. Так как эта конструкция живая. Я думаю, что если грамотно ее отрезать, она встанет туда, как дети в школу. Но это еще надо посидеть немножко, порисовать, почертить, чтобы это все правильно и грамотно сделать. И я думаю, что когда мы сделаем такую же наклейку на передней крышке кузницы тест-драйва, в фарах будут гореть постоянно приглушены лампочки габаритные, то я думаю, что это будет смотреться очень антуражно и очень интересно. И вот один столик рядом сделать из сидений этого же автобуса. Я думаю, это будет очень уютно, прикольно. И одним словом, ностальджи будет. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этой идее. Я думаю, что идея будет действительно крутая. Потому что большинство наших зрителей любят почему-то именно Икарус. Не лас, не ляс. Вот Икарус. Как Икарус не сними, вы будете смотреть. Сними гораздо круче, интереснее. Там лас, ляс, там еще что-то. Почему-то вы не смотрите. Поэтому все-таки наша фишечка это Икарус. Поэтому я принял такое волевое решение. Барная стойка в кафе будет из, грубо говоря, кабины передней части этого Икаруса. И она уже не пропадет. И опять же напомню, что этот автобус дает нам запчасти, как и дает желтый. Друзья, чтобы ничего не пропустить, как будет разбираться этот автобус? Как будет разбираться 260-й? Подписывайтесь на канал. Потому что я думаю, что когда мы начнем с кровать тут, тут, тут и тут, выплывет очень много интересного. И мы сможем дискутировать с вами на тему, правильное решение я принял использовать эти автобусы как доноры или неправильное. С вами был Максим Красильников и кузница Тест-Драйва. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok